Что случилось? Ничего особенного, мы с мужиками приехали подгонять этих ваххабитов, которые здесь мешают работать нашим работникам. Этих ваххабитов, которые здесь мешают работать. Этих ваххабитов, которые здесь... В Башкортостане силовики применили дубинки и слезоточивый газ против людей, которые проводили мирную акцию против уничтожения горы Куштал. Недавно власти наняли молодых наемников за 3000 рублей против защитников Куштал, но благодаря активности и сплоченности народа смогли отстоять и выгнать провокаторов. После глава республики Хабиров улетел в Москву к Путину для консультации дальнейших действий. Президент России ему лично приказал и дал добро разогнать и подавить мирную акцию с применением силы. Сразу начались пропагандистские действия против защитников Куштал, ставя на них различные клейма, называя их то ваххабитами, то экстремистами. В принципе, ничего нового они не смогли придумать. «Вот наша армия. Обалдеть. Ух ты. Ух. Ух ты. Едем бодаться с зелеными». В действительности это обычные мирные жители, которые хотят спасти гору от уничтожения, которая повлечет за собой катастрофу, как в городе Сибае в республике Башкортостан. Вся их пропаганда делается, чтобы поставить их вне закона и настроить часть людей против других. «Ребят, пожалуйста, нам помощь нужна. Ребят, я очень прошу. Вы что творите? Там пожилые женщины. Вы что творите?» «Газ, газ, газ, газ спускают. Маска есть?» «Ребят, я прошу, игра вы с совестью». В Башкортостане люди разделились, грубо говоря, на две стороны. Первый – это простой народ, любящий свою республику, который пытается сохранить башкирские земли от разграблений. Вторые же – это продажные бюджетники во главе Хабиру, которым безразлична судьба Башкортостана и их цель только наживы. Подписывайтесь на наш канал, распространяйте о беспределе со стороны силовиков против мирных жителей Башкортостана. Чем больше узнают правду, чем быстрее восторжествует справедливость.